Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, всегда ли обстоятельства – это воля Божия? Бывают ли случаи, когда с обстоятельствами нужно бороться? Я не совсем понимаю вопрос. Мы знаем, что без воли Божией ни один волос не упадет с нашей головы, и без попущения Божией ничего не происходит на земле. Но что значит не бороться с обстоятельствами? Просто плыть по течению, опустив руки, говоря, что вот на всю волю Божией как есть, так и есть, но если будет гореть ваш дом, вы же не будете его тушить, правда? Вы же сделаете все возможное, чтобы потушить его и спасти имущество и, быть может, людей, которые в этом доме находятся. Вы также не будете сидеть сложа руки, если будет угрожать опасность вашим близким или вообще человеку рядом с вами. Вот это вот такое смущение, которое вызывает волю Божию у людей из-за их слабости и немощи, да хочется всегда его развеять. Мы – суработники Богу, мы – садовники рая, и обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, это как своего рода, как модно сейчас говорить, квест, который надо пройти. Вся жизнь человека – это такой квест. Если мы будем относиться к обстоятельствам, которые нам посылаются Богом, к встречам, к людям, к событиям, разделяя их, действительно ли они имеют отношение к нам, или это просто мы хотим быть частью чего-то большего, до чего нам не дотянуться, как это сейчас модно, всякие события, где-то войны, землетрясения, и мы почему-то должны быть частью этого, хотя это к нам не имеет никакого отношения. Или же это обстоятельства, которые касаются непосредственно нас, и тогда уже надо понимать, что мы должны быть участниками этих обстоятельств, мы должны рассуждать в этих обстоятельствах, пытаясь руководствоваться Евангелием и совестью, и здравым смыслом, что такое добро, и что такое зло. Мы должны уметь выбирать, и мы должны, безусловно, бороться, но не с Богом, а бороться за то, чтобы сделать, вывести ту ситуацию, в которую мы оказались, касается ли она нас, или ближнего, или нашего ореола обитания, и ответственности, вывести ее к максимально благому финалу. Так что в этом смысле вся наша жизнь – это борьба и война с самими собой, с духами злобы поднебесной, вот, с их ненавистью, вот, и с нашим же собственным человеческим, вот, человеческими проявлениями, со злобой, с завистью, с ненавистью, с нелюбовью, с жестокостью, вот, и мы должны быть тверды в своем выборе, вот, и бороться, отстаивая свои убеждения, свою веру. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.